Перепись населения набирает обороты. В процедуре с лозунгом «Россия важен каждый», охотно участвуют известные крымские политики. Председатель Общественной палаты Республики Григорий Иоффе и мэр Симферополя Виктор Агеев внесли свои данные в базу Росстата. Тем временем молодежные организации проводят в образовательных заведениях крымской столицы тематические уроки. Здравствуйте. Перепись населения. Я очень против. Для председателя Общественной палаты Республики Крым Григория Иоффе процедура переписи не нова. Правда, ту, которая была в 2001 году, он не помнит. Видимо, Украина не слишком серьезно к ней отнеслась, рассказывает Григорий Иоффе. А вот перепись 1958 года в памяти осталась. Правда, тогда вопросов было намного меньше. Если в 1958 далеком году, и перепись, которую я помню, тогда, конечно же, вопрос о том, есть ли у вас телевизионная антенна или отдельный клозет, они некоторым казались чем-то фантастическим. То сегодня в 21 веке нам нужно знать, что все-таки существуют сегодня люди, которые живут без вот этих элементарных удобств. Их немного, но такие примеры есть. И власть должна это учитывать и понимать. К тому же, уверен председатель Общественной палаты Крыма, полученные статистические данные повлияют на работу Института развития гражданского общества. Мы будем планировать свою деятельность, исходя из того, с кем мы имеем дело. Мы должны знать, я уже говорил об этом, этнический состав. Мы должны понимать возрастные какие-то границы людей. Мы должны понимать, какое имущественное положение людей. Все это, конечно же, повлияет на работу Общественной палаты. Переписчики добрались и до градоначальника Симферополя Виктора Агеева. Они застали его за работой. Анкетирование – дело серьезное, говорит мэр Крымской столицы. Поэтому к процедуре вопрос-ответ приступили сразу же. И это не просто статистические данные, говорит городской голова, а путь к решению многих проблем. Сегодня мы в Российской Федерации. И для того, чтобы ориентироваться, сколько надо детских садиков, сколько надо школ, какие нужны школы, для этого надо понимать, кто живет в городе Симферополе и в Крыму, конечно, и что необходимо. Поэтому сегодня идет планомерная работа по переписи населения. Думаю, что пройдет она удачно. Кстати, представители крымского политикума – самые активные и ответственные участники переписи, отмечают в Крымстате. Допустим, в госсовете мы были многие люди, к ним уже пришли переписчики. Они уже в своих домах ответили на все вопросы. Но некоторые хотят переписаться на рабочем месте, которое подолгу находится на месте. И у них просто нет времени физически прийти на этот переписной участок. Эстафету продолжил митрополит Симферопольский и крымский Лазарь. Владыка благословил работников Рос и Крымстата на плодотворную работу. Тем более, что перепись стартовала в великий православный праздник – покров Пресвятой Богородицы. В Ветхозаветной книге «Чисел» мы находим повеление Господне Моисею исчислить свой народ. Как повествует Евангелие от Луки, совершилось в Ифлиеме. Божия Матерь и праведный Иосиф пришли туда для участия в переписи населения Римской империи, которая проводилась по повелению Кесаря Августа. У тех, к кому переписчик еще не дошел, есть возможность поучаствовать в масштабном проекте самостоятельно. Для этого есть специальные участки. Многие из них располагаются в школах. Кстати, к переписи приобщают и учеников. О важности процесса им рассказывают представители молодежных организаций. Крым – полуостров, в котором живет множество народов. Мы должны быть едины и вместе строить благополучную жизнь на нашем полуострове. Перепись населения необходима для того, чтобы знать, сколько людей проживает на территории Крыма и сколько государству необходимо будет вкладывать денег на развитие нашей родной земли. Именно мы ответственны за дальнейшее процветание Российской Федерации, ведь мы – будущее этой страны. Напомним, перепись населения стартовала 14 октября. Процедура продлится до 25 числа. После с помощью специальной техники подведут итоги. Но, говорят в Росстате, актуальная и достоверная информация по всем населенным пунктам нового субъекта Российской Федерации будет готова в мае 2015 года. Светлана Иванова, Анатолий Скорик. Время новостей. Продолжение следует...